Привет, дорогие друзья! Если вы стали счастливым обладателем вот такой вот экшн-камеры от компании DJI Osmo Action 1, эта версия уже вышла вторая, третья, причём вторая концептуально отличалась от первой, а вот третья очень схожа. Я рекомендую дополнительные аксессуары и вот топ-5 аксессуаров, которые вам непременно помогут улучшить, так скажем, эту камеру, защитить, упростить как-то её использование. Итак, давайте пойдём по порядку. Первое, что необходимо сделать для защиты, это стёкла. Продаются они на Алиэкспресс, все товары можно приобрести именно там, ссылки я оставляю в описании. У меня наклеены стёкла, то есть стекло раз, защитное на экран, стекло два, защитное, и стекло на объектив. Да, чтобы он не царапался. Всё идёт в пластиковых таких кожуках, ну здесь соответствующие вот эти вот салфеточки, и прочие-прочие моменты. И всё это дело выглядит вот таким вот образом. Это вот защитное стекло на объектив, и соответственно там идут такие же защитные стёкла для экрана переднего и для экрана заднего. Клеится довольно легко, подходит идеально. Также там идёт вот такой вот защитный колпачок для объектива. Таким вот образом закрываем при транспортировке, чтобы у нас ничего не царапалось. Второй аксессуар это вот такой вот силиконовый чехольчик. Если вы таскаете камеру постоянно при себе, снимаете, делаете какие-то подсъёмы, не используя дополнительного оборудования, рекомендую в комплект к стёклам приобрести вот такой вот чехольчик. Выглядит он таким образом. Так вот закрывается, и то есть у вас не подвержена камера каким-то царапинам, потертостям и так далее. Да, заряжать становится немножко неудобно в том плане, что у нас нет отверстия, да. Соответственно, чтобы заряжать, приходится снимать, открывать вот эту вот дверцу нашу герметичную и соответственно таким вот образом заряжать. Но тем не менее, вот если вы таскаете в сумке, в кармане, где-то ещё, то вот такой вот силиконовый чехольчик будет вам, конечно же, на пользу. Все кнопки здесь прорисованы вторично, то есть они дублируются без проблем, можно нажимать. Также здесь есть такая петелька для того, чтобы прицепить какой-то страховочный ремешок, я не знаю, либо ещё что-то. Третий аксессуар это вот такая вот клетка. Она так называется на профессиональном языке, то есть такой корпус, куда вставляется наша камера и соответственно фиксируется. Да, в комплекте у нас есть клетка, но её основной минус в том, что нету башмаков, то есть мест для дополнительного крепления. Кстати говоря, в первых версиях не было вот отверстия вот здесь вот большого в заводской клетке. Сейчас вот, которая у меня я покупал в прошлом или в позапрошлом году камеру, там отверстие большое. У некоторых маленькое, то есть вот эта вот дверца, она соответственно не открывается. Многие покупали дополнительную вторую клетку из-за этого. Я купил эту клетку из-за того, что у неё есть два башмака. Башмак раз и башмак сбоку позволяет закреплять дополнительно любые аксессуары, такие как микрофон. Я использую иногда радиосистему вместе с этой камерой, что позволяет цеплять. То есть разъём стандартный, вот таким вот образом прицепили и соответственно используем уже в качестве там влоговой съёмки или съёмки не экшена, так скажем. То есть съёмки чего-то, пожалуйста, у вас внешний микрофон закреплён. Также дополнительно на второй башмак можно закрепить без проблем какой-нибудь, например, свет, либо какой-то передатчик, радеху, я не знаю, ещё что-либо. То есть без проблем сюда цепляются. Вот так вот эта клеточка у нас выглядит. И что удобно, то есть доступ есть без проблем к разъёму зарядки и соответственно карты. Сразу же, пока мы открыли, дополнительная вещь. Тоже рекомендую, если вы используете внешний микрофон, это вот такая вот штучка, адаптер, который позволяет нам подключать микрофон 3.5 стандарта и одновременно заряжать по Type-C. Здесь у нас только Type-C разъёмчик и всё. Джека 3.5 не подвезли. Соответственно, мы вот так вставляем, но для того, чтобы вставить, необходимо нашу калиточку, естественно, оттуда снять. Снимается она нелёгким образом. Давайте я снимать не буду, лишний раз. Вот, отщёлкивается. Её надо убрать в какое-нибудь тайное место, чтобы, естественно, не потерять. Вставляется таким вот образом, то есть довольно плотно заходит и мы подключаем сюда микрофон Jack 3.5 и, соответственно, снизу подключаем питание и собираем такой сет и запитываем от пауэрбанка и снимаем сколько хотим, не ограничивая ёмкостью самого аккумулятора. Но, повторюсь, для разного типа съёмок. Если вы используете там при езде на велосипеде, то это, наверное, не подойдёт. Если вы используете влоговую съёмку или съёмка где-то там на местности, то без проблем это очень, собственно, решает. Ну и следующий гаджет сразу. Это вот такое вот селфи-палка, она же пауэрбанк. Очень удобная вещь, очень классно используется. Я вам сейчас покажу. Ёмкость у неё 10 000 мАч. Сейчас номинал, ну, выдаёт чуточку меньше, но этого вполне себе достаточно и хватает. Также вдогонку рекомендую купить хороший кабель USB-A на Type-C. Я взял вот такой вот базеусовский 25 сантиметров. Можно взять ещё меньше, буквально меньше 10 сантиметров. Ну вот, мы вот таким вот образом подключаем его, да, и у нас, соответственно, камера будет заряжаться. Таким вот образом я подключил. И вот обратите внимание, что всё, камера заряжается, горит диод здесь, горит диод здесь, красненький. И всё. И мы вот таким вот образом с вами можем идти и снимать, имея дополнительный запас электроэнергии. Не ограничиваясь штатным вот этим вот аккумулятором, который у нас установлен здесь. Я, в принципе, если собираю сет вот такой вот походный, я подключаю вот этот адаптер, в адаптер подключаем питание, в адаптер подключаю радиосистему, боя у меня идёт. И всё, идём, спокойно прицепили, разговариваем, снимаем в 4К со стабилизацией встроенной. И вот так вот всё это дело выглядит. Поэтому такие аксессуары, они, конечно, не всем нужны, но тем не менее. Я в этом видео не затронул штатные какие-то аксессуары, которые и так понятны, да. Типа водонепроницаемый кейс. Кто-то скажет, зачем, ведь камера сама водонепроницаемая. Но я читал одну историю, когда человек всё закрыл калиточку, пошёл, значит, в воду, и камера набрала воды. Он сдал её по гарантии, а по гарантии сказали, извините, попадание воды не заводской дефект. Используйте бокс водонепроницаемый. Поэтому вот я бы лучше, конечно, в некоторых ситуациях использовал бокс, но у большинства людей всё норм, как бы вода не попадает. Но вот такой случай был, действительно, доказать, что где-то там протекло через штатный разъём, то это довольно сложно. Вроде бы везде резиночки, вроде бы везде это, но тем не менее, мало ли, вода имеет ход. Вот, также там, типа, жёлтый поплавок, чтобы там не утонула камера, да, и так далее, и так далее. Это обыденные вещи, так же, как и набор креплений на голову, на грудь, ещё куда-то. Это стандартная тема для экшн-камер. А вот сделать из обычной диджайки что-то интересное позволяет как раз-таки вот эти вот аксессуары. Ссылки на все их оставлю в описании. Кто что думает, пишите вниз в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!